Военная коллегия Верховного Суда России рассмотрела 23 июля апелляционную жалобу гражданина Таджикистана Зикру Лохона Архмун Худжаева, дважды осужденного в 2014 и 2018 годах по сфабрикованным уголовным делам по части 2 ст. 282.2, части 1 ст. 30 ст. 278, части 1 ст. 222, а также части 2 ст. 205.5. Суд принял решение оставить без изменения приговор в отношении гражданина Таджикистана. Отец троих детей, Рахмун Худжаев, был задержан в 2012 году в Москве сотрудниками ФСБ по обвинению в участии в Международной исламской политической партии Хизбут-Тахрир, после чего в 2014 году суд приговорил таджикистанца к 7 годам строгого режима, а в 2018 году в отношении отбывающего свой срок Рахмун Худжаева сотрудники ФСБ сфабриковали новое уголовное дело по части 2 ст. 205.5 УК РФ, после чего суд приговорил его к итоговому сроку 14 годам и 6 месяцам уже в колонии особого режима. Корреспондент Хабарху связался с известным московским правозащитником Бахромом Хамроевым, который принимал участие в суде в качестве защитника Рахмун Худжаева. И, естественно, Рахмун Худжаев заявил свою апелляцию, требовал уголовное дело закрыть и отправить на новое рассмотрение. Это с той позиции, чисто с точки зрения политического характера. На суде очень бодро выглядит, он передавал всем салам мусульманам, чтобы они сказали, верфь Аллаха крепко держитесь и два делайте. И он сказал, делай два регулярно, все время мусульман. Наших братьев сказали, что он не спрашивал извинения у следователя или у судей, он сказал, я не виновный, мы не террористы. Сказал, если хотите, еще добавьте даже. Почему ты не отказался от этого? Я считаю, это правильно. То есть ты идеальный полностью? Да. За создание халипат? Да. Напомним, что Рахмон Хаджаев признан политическим заключенным многими правозащитными организациями, в том числе правозащитным центром «Мемориал». Рахмон Хаджаев